С днём рождения посёлок! 153-ю годовщину 25 августа отметил посёлок Афибский. На площади перед местным Домом культуры встречала гостей и жителей выставка народных умельцев и талантливых ребят. Тонкостью работ можно любоваться бесконечно. На суд зрителей ребята Афибской детской школы искусств выставили картины и произведения декоративно-прикладного искусства. Также порадовали гостей и жители поселения театралы, одетые в костюмы разных эпох и культур, а также всеми любимых сказочных персонажей. Было что показать и воспитанникам спортивной школы номер один. Количество кубков, медалей, грамот, только радуюсь. Занимаясь творчеством и спортом, ребята добиваются успехов и приносят в копилку посёлка высокие награды. Привлёк Афибчан стенд с историей становления Афибского НПЗ. Заводу уже 55 лет и выставка с достижениями Афибского хлебокомбината. Примечательно то, что на мероприятии присутствовали люди всех возрастов. Всё это доказывает, что День посёлка стал уже традиционным семейным праздником. Но самое приятное, что с каждым годом здесь слышится всё больше звонких детских голосов. Возле местного Дома культуры разместили многочисленные аттракционы для детворы. А какой праздник без круглого пышного каравая? Хлебом, солью, казачьими песнями и танцами встречали гостей? Глава Афибского поселения Юрий Коваленко в своём приветствии отметил, что сегодняшний праздник – это праздник и тех, кто стоял у истоков рождения посёлка, и тех, кто живёт здесь сейчас и в будущих поколениях, которым продолжать историю посёлка. Дорогие земляки, будущее нашего посёлка зависит прежде всего от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным. В этот день искренне желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мир вашему дому, удачи, успеха во всех делах, родному посёлку, процветания и благоденствия. С праздником, дорогие афибчане! С ответным словом к жителям посёлка именинника обратился глава Северского района Адам Джарим. От всей души поздравляю вас с праздником, мира вам и счастья, спокойствия, стабильности, благополучия, благополучия нашей малой родине, благополучия нашей великой России, мира и счастья всем афибчанам! С праздником! С днём рождения, посёлок! После чего на сцене словно переливающийся ручей в нарядных красочных костюмах вышли творческие коллективы, порадовав всех своими яркими выступлениями. Весь вечер Адам Джарим и Юрий Коваленко вручали почётные грамоты и благодарственные письма заслуженным людям за добросовестный труд на благо посёлка. Имена этих людей на века останутся в летописи Северского района. Бурными аплодисментами встречали всех – почётных граждан, ветеранов, работников образования и культуры, театральной и танцевальной студии, коллективы, волонтёров и лучших спортсменов. На сцене яркие зарисовки сменяли друг друга. Музыкальные композиции, танцевальные номера и многое другое, что подарило зрителям отличное настроение. Мы очень любим, мы всегда приходим, очень нравится. И в последнее время, в последние годы очень так впечатляет. А вы, может быть, пожелаете что-нибудь своим, скажем так, землякам сегодня в праздник? Всего самого хорошего, процветания, достатка всем, здоровья, всего-всего самого хорошего. Желаю здоровья, счастья, пусть ещё здесь проживут лет, это было лучшее, это было много. Счастья, здоровья. А ещё доброй традицией в поселении стало проведение конкурсов. Лучшая улица, лучший двор и лучшая благоустроенная придомовая территория. Среди жителей посёлка. В этот вечер на сцену для получения наград пригласили победителей. После окончания торжественной части праздник продолжился музыкальными поздравлениями различных коллективов. Веселье продолжалось до позднего вечера, и афибчане ещё долго не спешили покидать площадь. Любуюсь, торжество. На Кубани началась уборка подсолнечника. Аграриям предстоит обработать свыше 400 гектаров. В Северском районе посевная площадь составила 5900 гектаров. Как отмечают агрономы, в этом году урожая будет меньше прошлогоднего. На склады пока отправили только 5% от общего количества. Причина – затянувшаяся засуха. Установившаяся на Кубани жаркая погода уже побила температурные рекорды прошлых лет. Но, как отмечают специалисты Росгидромедцентра, в конце этой недели наступит небольшой температурный спад. В регионе прогнозируются осадки с грозами. В Северском районе за серию краж осуждена местная жительница. Следствием установлено, что 30-летняя обвиняемая с ребенком на руках приходила в квартиры потерпевших, просила помощи, а когда хозяева отвлекались, чтобы накормить гостей, похищала денежные средства. Полицейские установили причастность задержанных к четырем фактам противоправной деятельности, совершенных на территории района. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд. Обвиняемая признана виновной. 25 августа районный центр встретил ночь кино. Станица Северская присоединилась к акции, посвященной Всероссийскому дню кино. На площади Дома культуры зрители ожидал показ трех отечественных фильмов последних лет. «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». Необычная акция пришлась по душе станичникам. Ведь не часто удается посмотреть кино в большой компании, да к тому же на свежем воздухе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова